Мы продолжаем нашу программу и у нас в эфире Майкл Мелихов «Тайное и явное». Да, добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем нашу программу, как всегда, по субботам с 3 до 4 часов дня по времени города Чикаго. Это с 11 до 12 вечера по московскому времени. Почему я говорю по-московски? Поскольку есть люди, и достаточно немало, которые слушают нас на интернете. Это Чикаго 13.30 АМ. Меня зовут Майкл Мелихов, руководитель центра «Сангейтс». И мой телефон на всякий случай, потому что обычно не успевают, после эфира звонят. После эфира, пожалуйста, звоните. Это 847-226-9956. Ну, а телефон прямого эфира студии «Резонанс», радиорезонанс, это 847-498-3367. И телефон, смс 847-595-0904. Если мы идем на интернет, Чикаго 13.30 АМ, там сразу вы увидите слушать нас. То есть там тоже можно слушать по интернету. Ну и там есть формочка, где можно задавать свои вопросы. Чикаго 13.30 Доткам. Чикаго 13.30 Доткам. Эльза, рад приветствовать тебя в эфире. Ну, смотрите, дорогие друзья, Эльза, грандмастер Таро, ответственный секретарь Француза Королевского Таро. Мы поехали. У нас есть конкретные, может быть, темы, дорогие друзья. Вы задаете, повторяю, свой вопрос. Любой вопрос вы задаете, ну, чтобы он был. А не просто посчитайте. 847-498-3367. СМС 595-0904, код 847. Хорошо. Вопрос такой. Вот тебе, Эльза, практический вопрос на тему, твою тему. Ну, очень многие люди относятся к Таро как к какому-то непонятному, околонаучному какому-то, может быть, даже и феномену. Ну, как-то несерьезно относятся. Ну, взяли, раскинули карты, пасьянцы, типа, и сказали, опять же, с долей вероятности 50 на 50 сбудется, не сбудется. Но, тем не менее, в истории были очень известные люди и очень известные факты, предсказания. Это не прогноз, это предсказания. Ну, вот мне хотелось бы, чтобы ты рассказала о таких известных людях, Таро-прорицателях их можно назвать, кто они были и чем они занимались. Ну, конечно же, начать хочется с Болонского Таро, которое не имело конкретных проявицателей, но было составлено как очень стройная система предсказания. Именно предсказания, потому что вряд ли это можно назвать прогнозом. И первый человек, которого бы я назвала в ряду предсказателей, обладавших талантом очень точного предсказания, это, конечно же, Этаила. Это человек, который в Париже, в революционном Париже 18 века, открыл первый в мире сказательный салон, и к нему выстраивались очереди, несмотря на то, что время было очень нестабильное, опасное. И смотря именно на это, да, потому что во времена стабильности предсказания пользуются меньшим спросом, а всегда пользуются больше в нестабильные времена. Так вот он открыл этот салон и принимал людей, и к нему выстраивались огромные очереди, и по свидетельству документальному, которые описаны у Рана Джорджа в книге, Этаила брал за свое предсказание около тысячи долларов на современные деньги. И при этом к нему стояли огромные очереди, потому что точность его предсказаний была крайне велика. Причем он разработал свою систему Таро на основе Болонского и свою маленькую гадательную колоду лептийта, Этаила, в которой очень важна нумерологическая составляющая, и эта нумерологическая составляющая путем умножения, деления, сложения давала очень точные даты совершения событий. И вот сейчас я с одним молодым человеком из Харькова занимаюсь переводом, его зовут Артем, переводом ряда книг по этой системе, и мне кажется, это будет бомба, потому что это совершенно интересная новая система, которую до сих пор почему-то не применяют, забыли даже старательно. Но она дает крайне точные прогнозы, и надеюсь, я смогу представить через некоторое время вместе с Артемом эту систему для любителей и просто интересующихся людей, вниманию их. И так Этаила был очень точен, и когда у него предсказание должно было читаться как предложение, если оно читалось, не как предложение, он говорил, что Оракул сегодня молчит, и отправлял своих посетителей до следующего раза. И следующий очень точный предсказатель или предсказательница была тоже француженка Мария Ленорман. Она не гадала на Таро, она гадала на малой колоде Этаила, и у нее была своя астромифологическая колода, но точность ее предсказаний просто, наверное, не было равных, во всяком случае, очень долго. И судьбу Наполеона и Жозефины она предсказала, и очень много точных предсказаний было сделано декабристом русским. И многим участникам французской революции она сидела за свои предсказания в тюрьме, подвергалась гонениям. В общем, она была легендарной личностью и создала свои колоды. Я хотел спросить, есть ли, скажем, есть какие-то конкретные вопросы, которые такого вот значения, почему легендарные, допустим, есть какие-то локальные предсказания, кто там будет президентом, а есть какие-то глобальные, скажем там, вот как предсказывал Нострадамус, вот конкретные какие-то вещи. Вот он предсказал Нострадамус, допустим, гибель короля Генриха II. Ну вот, у Ленормана было очень много предсказаний. Ну вот какие-то ты можешь назвать, да? Ну, самые знаменитые, это, конечно, то, что она предсказала Жозефине, и через Жозефину уже вышла на Наполеона. Она опустилась перед ней на колено, поцеловала ей руку, когда раскрыла ее карты, посмотрела ей в ладонь, опустилась на колено, поцеловала ей руку и сказала, я сейчас разговариваю с будущей королевой или императрицей, это уже тонкости перевода. То есть она предсказала, да, эту вещь. Соответственно... То есть до того, как Наполеон стал... Да, до того, как... Да, и это, ну, самое знаменитое, и, в общем-то, то, что она предсказала Марату, одному из главарей революции французской, гибель от руки... Любовница. Любовница, да. Ну, в общем, были у нее невероятно точные предсказания, она даже предсказала себе смерть. Она самой себе предсказала смерть от удушения. И действительно она погибла в городских беспорядках, в Париже были городские беспорядки, и к ней ворвались, и ее удушили подушкой. Ну, во всяком случае, по одной из легенд. На самом деле об этом, конечно... Она уже сама не могла написать, поэтому здесь могут быть разночтения, и, возможно, это легенда, но якобы вот так произошло. Понятно, понятно. А скажи, пожалуйста, ну, ведь тогда получается, что... Причем тут Таро, допустим? Причем тут Карта? Если она... Или кто-то, или Тейлай, или, допустим, Ленорман, вот они обладали такими... Это даром предвидения, предсказания? Как здесь помогают карты Таро? Ну, конечно, они помогают, потому что Ленорман, хоть у нее было и не Таро, но у нее была колода, которую она все равно привязывала определенным образом к Таро, астромифологическое. А у Итейлай была своя колода Таро. То есть, вернее, он взял за основу марсельское Таро, и пересмотрел его, переделал несколько иначе. Кроме того, за основу взял Болонское Таро. То есть, его предсказательная система была построена на все-таки колоде Таро. Плюс нумерология, плюс астрология, плюс Кабала. Безусловно, Таро здесь играет огромную роль. Я уже не говорю о том, что был маг Эдмон в XIX веке во Франции, который тоже составил на основе Таро свою колоду, но на основе Таро. И эту колоду потом воспроизвел в XX веке Мишель Фарже, который всегда назвал Беллин, и колоду назвал Беллин-Оракул. Но это все равно сделано было на основе Таро, потому что Таро – это оккультная система, это система, построенная в том числе и на архетипических вещах. Хотя, скажем, первоначальные варианты колод Таро с архетипами были в меньшей степени связаны, но только и старшие арканы, потому что дальше у нас уже пошли младшие тоже, прорисованные, до этого не были они прорисованы. Что сказать? Вот Пол Эдвард Кейс, американец, был великим ясновидящим, но он тоже пользовался Таро. И были предсказатели, тот же Фарже Беллин мог предсказывать с большой точностью исход спортивных состязаний. Если говорить о мунданных или мировых предсказаниях глобальных, то здесь мы имеем дело с несколькими, пожалуй, очень известными предсказателями, которые не пользовались Таро в прямом смысле. Во всяком случае, Настрадамус, скорее всего, не пользовался Таро, хотя ему приписывается ряд картинок в книге. Есть даже Таро Настрадамуса, которое сконструировано по его рисункам. Но в прямую нет доказательств того, что он пользовался Таро. Эльза, я прошу прощения, мы продолжим чуть-чуть, но у нас есть пару вопросиков. Во-первых, дорогие друзья, есть вопрос, который пришел по СМС, будет ли осуществляться план, скажем, не знаю, сможет ли Эльза ответить, без даты рождения. То есть человек задумал план в прошлом году. И будет ли осуществляться вопрос такой, этот план, который... Ну, надо, наверное, все-таки дата рождения. Хотя для Эльзы, может быть, и не надо. Для меня надо. Есть еще вопрос. Сейчас, одну секундочку. Ну, давай мы его запишем, подождем дату рождения. У нас есть звонок в эфире. Давайте примем. Уже нет. Но, я думаю, сейчас будет. Ну, хорошо. Тогда, дорогие друзья, если вы нас слышите... Есть, вот он уже есть. Ну, давайте, да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У вас передача была только что, Юля вела. Вы не знаете, не можете сказать тебе телефон, пожалуйста. Ну, я вам могу сказать, но прямо сейчас мне сложно. После эфира. После эфира. Потому что я как бы в эфире в другом нахожусь. О, я им ссори. Да. А как вам позвонить можно? Ну, хорошо. Если вы можете быстро записать, я вам скажу. Это 224-628-2144. Спасибо. Пожалуйста. Эльза, у меня есть такой вопрос, другой смс пришла. Значит, мальчик, 11 лет, 26 ноября 2006 года. 26 ноября 2006 года. Вопрос такой, посреди ночи просыпается этот ребенок, чуть ли не каждую ночь, и бежит к родителям. Говорит, что снятся страшные сны. Что делать и почему это происходит? Да, вопрос, конечно, хороший. Минуточку. Мне необходимо сосредоточиться, потому что это продолжается. Ну, конечно, я не могу, к сожалению, у меня нет сейчас обратной связи. Да, я могу только говорить то, что я чувствую и вижу, но в наборе этого ребенка, в числовом, да, в наборе чисел дня рождения есть две шестерки, две восьмерки, две двойки. И в целом день рождения дает девятку. Много восьмерок – это, ну, такой достаточно фатальный для меня по, именно по ряду таро человек, ребенок, ну, или молодой человек. Ну, ему сколько-то, 11 лет, да. Еще ребенок, да. Это человек, ну, скажем так, с определенным грузом прошлого опыта, да, прошлого жизненного опыта, хотя я не очень люблю эту тему, ну, она очень тонкая, да, но можно говорить о том, что он родился с весьма определенной судьбой и с довольно-таки большими способностями интуитивными. То, что, я не знаю, как давно с ним это происходит, но его сны могут быть связаны с некоторыми вещами, скажем, общая атмосфера в мире. Это первое. Второе. И я склоняюсь к тому, что он именно ловит какие-то мировые неприятные вибрации, разрушительные вибрации. Это может быть связано с атмосферой в доме, но нет, я могу сказать, что это не связано с атмосферой в доме, а вот с атмосферой в семье не исключено, что кто-то из близких либо болеет, либо очень сильно угнетен, и ребенок в силу своей чувствительности это улавливает, и ему снятся плохие сны. А кто-то в доме, в семье, имеется в виду, не обязательно родители, это могут быть и бабушки, и дедушки, да? Не обязательно, да. Да, это могут быть, да, более старшие родственники, и я склоняюсь к тому, что ребенок чувствителен именно к энергиям мирового, ну, внешнего характера и еще к чему-то, что происходит с кем-то из близких на данный момент. Понятно. Хорошо, спасибо. Вот прислали нам дату, все-таки дату дня рождения, человек, который спрашивает, осуществлятся ли планы в октябре 2017 года, то есть это человек задумал какой-то план, и вот в октябре месяце могут ли они осуществиться. Дата рождения этого человека 14 сентября 65 года. Угу, 65-го года. Ну, уже по году рождения я могу сказать, что не очень легко это будет ему сделать и по дате рождения тоже. С астрологической точки зрения это будет нелегко, потому что сейчас еще некоторое время Сатурн находится в знаке Стрельца, а в 65-м году Юпитер находился в знаке Близнецов, то есть это противостояние. Юпитер даритель счастья, Сатурн его отниматель. И поскольку это 14 сентября, Дева, знак Девы, то это квадратура тоже к Сатурну, который стоит сейчас в Стрельце. И сейчас, одну секунду. У меня эфир. Эфир у меня. Эфир. Я прошу прощения. Меня тут... Понятно, бывает, бывает. Ничего. Да. Речь идет о октябре этого года, то есть следующий месяц уже. Да. И, в общем-то, есть техника, на самом деле, и в нумерологии есть техника определения, и в астрологии есть техника определения конкретной даты в будущем. Да, можно посчитать, в принципе. Ну, я могу сказать, на мой взгляд, то, что человек задумал в октябре, мне очень жаль, но, скорее всего, именно в октябре не осуществится. Именно в октябре. Понятно. Понятно. Ну, других вопросов не следует, поэтому задавать лишние вопросы мы не будем. Поэтому, если вас, уважаемый, интересуют какие-то, допустим, дополнительные вопросы, пишите. А человек задает вопрос, судя по номеру, который телефона, это не на территории Соединенных Штатов. Это с другой страны. Хорошо. Я ещё раз тогда назову номер телефона. Всякий случай, телефон эфира 847-498-3367. Это для города Чикаго. Кто нас слышит? Телефон смс 847-595-0904. Вот есть ещё одна смска, которая пришла. Это дата рождения 28 декабря 1977 года. И вопрос по здоровью. То есть здесь написано, очень давно человек имеет серьёзные проблемы со здоровьем, но становится не лучше, судя по всему, становится хуже. Вот как развитие событий и что можно было бы порекомендовать такому человеку. 28 декабря, получается, 40 лет будет. Да, тут есть, конечно, определённые проблемы. Это женщина? Нет, это молодой человек. Мужчина. Молодой человек. Да, да, я вижу, что молодой человек. Вы знаете, я думаю, что это всё-таки попытаюсь правильно сформулировать. У него есть, конечно, проблемы, которые тормозятся по некоторым внешним причинам, но я могу сказать, что спустя, ну, где-то начиная с нового года, он начнёт потихоньку идти на поправку. Но есть тут такие детали в его числовом наборе, которые, наверное, несколько, ну, интимны и не для эфира. Скажем, я не хочу озвучивать причину, почему происходят некоторые проблемы в его жизни возникают. Но я могу сказать, что эти проблемы отойдут, и начиная со следующего года ему будет становиться заметно легче, и здоровье его восстановится. Эльза, скажи, пожалуйста, это какие-то будут... Почему вот если всё идёт по не спадающей, допустим, лучше не становится, каким образом может становиться лучше? Это какие-то, скажем, может быть, внешние факторы, типа операции, типа новые какие-то лекарства? Что может привести к этому? Да, новые лекарства и изменение курса лечения назначенного. Мне кажется, что сейчас его лечат не совсем точно, не совсем теми методами, которые ему необходимы. Но есть ещё у меня подозрения и на то, что то лечение, которое ему приписали, оно имеет накопительный эффект, и пока нет ощущения того, что идёт улучшение. А вот через некоторое время именно этот накопительный эффект сработает, и ему начнёт становиться лучше. И, во-вторых, рядом с ним есть кто-то, может быть, тоже из близких, кто создаёт не очень благоприятный фон к течению его болезней. Я понял, я понял. Давайте мы сейчас примем звонок, у нас есть звонок в эфире, а потом продолжим, то, что мы говорили. И уже после рекламы продолжим. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Моё день рождения 7 августа 1948 года, первая половина. Я хотела бы узнать, осуществится ли моя мечта в конце декабря 2017 года? Спасибо. Я вас подожду послушаю по телефону. 47-го года, да? 47-й год, Алиса? Да, 47-й, да. Ну что, после рекламы, да? Да. Мы продолжаем нашу передачу. И у нас был вопрос, да? Давайте я, кстати, поскольку у нас уже вопрос есть и дата рождения у нас есть, я хотел бы добавить по поводу этого молодого человека, которому 77-го года, совершенно потрясающая интуиция, вот то, что я вижу, допустим, совершенно потрясающие коммуникабельные способности, то есть он может очень хорошо со всеми общаться, и его будут слушать. И очень серьёзная склонность к физическим каким-то наукам, имеется в виду точным наукам, не физическим, физика, математика, там, допустим, вот эти вот вещи все, точным наукам. Но главное, что очень серьёзная интуиция. То есть он мог бы быть известным учёным, ну, наверное, если бы не болезнь. Я не знаю, может быть, деталей, но я понимаю, о чём ты говоришь, Эльза, я с этим согласен. Это не для эфира, но там есть действительно очень серьёзные нюансы, да. Это не для эфира. Мы, может быть, отдельно поговорим, или кто-то захочет, в смысле родственники этого человека. Хорошо, давайте мы посмотрим нашу даму, которая нам позвонила. Это, получается, 7 августа 1947 года. Да. Что ты можешь сказать об этом? Я могу сказать, что если именно с точки зрения нумерологии рассматривать и рассчитывать её возможности именно на загаданный месяц, да, вот осуществление её мечты, то у неё выходит четвёрка в сумме, а четвёрка в Таро — это император. И он говорит о том, что желание сбудется, мечта исполнится. И более того, очень как-то полно исполнено, если так можно выразиться, да. То есть он настолько феерически даже исполнится. И я посмотрела ещё дополнительно просто карты, и у меня вышел маг, тоже старший аркан, и тоже очень положительный, позитивный аркан, который говорит о том, что эта дама сделала очень много для того, чтобы получить сатисфакцию и действительно, чтобы её желание исполнилось, осуществилась её мечта. Так что я думаю, да. Вот здесь я могу порадоваться. Я могу, да, спасибо. Я могу добавить о том, что я вижу удивительную способность человека ставить перед собой цель и добиваться этой цели. То есть она без сомнения добьётся этого. У неё есть такая способность. Интересно, что ведь, что получается? 1947 год — это 70 лет, в этом году было, совсем недавно, и месяц тому назад. Но звучит голос очень и очень, ну вот как психолог я могу сказать, очень хорошо звучит голос, то есть человек чётко понимает, знает, что ему надо, и удивительно гармоничная, на мой взгляд, матрица, то есть нету нигде переизбытка. То есть есть, может быть, где-то недостаток, и я могу предположить, что не всё хорошо было, может быть, в семейной жизни, но опять же каждый для себя определяет, для чего ему нужен партнёр, и какие отношения будут внутри, допустим, семейной жизни. Поэтому тут нету никаких вопросов. Ну, где-то были какие-то вещи. Может быть, не один брак, я так полагаю. А то, что способности очень серьёзные, даже без сомнения, особенно второе число, это способность, это марсианские способности добиваться чего-то. И я бы так сказал, большей части уже, наверное, в этом возрасте, это мудрость, мудрость. Вот это вот человек, который уже жизненный путь свой прошёл с определённым количеством побед, будем так говорить, накопил знания, и эти знания ему надо сейчас, ей надо сейчас передавать молодому поколению. То есть способности вот сейчас должны притворяться, да. Всё здорово. Пока у нас есть, я так полагаю, ещё на ходу смс-ка, вот записывается сейчас вопрос. У нас сегодня дата действительно ещё интересная в чём. У нас 23 число. 23 числа мы переходим в новый зодиакальный, скажем там, знак, да, по зодиаку. То есть мы переходим из знака девы в знак весов. Вот как, с твоей точки зрения, те люди, которые родились, возможно, где-то в районе вот этом, как они себя ведут, и что можно было бы сказать, ну, прогнозировать им, чем заниматься или как-то вот по жизни? Ну, весы чудесный знак, одновременно очень мягкий и очень жёсткий, потому что в весах экзальтирует планета Сатурн, а Сатурн – это очень жёсткая планета. И весы – это мастера социального взаимодействия, это эстеты, это люди, которые очень твёрдо стоят на своих позициях, очень принципиальны, потому что весы – это всё-таки атрибут фемиды, правосудия, да, и у них чувство меры очень развито. Конечно, они очень колеблются и, скажем так, ювелирно вымеряют каждый свой шаг, каждое своё чувство, каждую свою мысль. Они достаточно прагматичны и душевны, одновременно, да, двойственны. Им, конечно, ну вот просто положено заниматься какими-нибудь юридическими науками и всем, что связано с изучением закона. Это адвокаты прекрасные, судьи, ну, если таковыми их избирают, это знатоки закона, в принципе, нотариусы, даже просто работники, как это у нас называется, ЗАГС, я не знаю, как называется у вас, запись актов гражданского состояния, там, где люди женятся, разводятся и так далее и тому подобное, да. Это люди… Странное название, конечно, да. Да, ну, ну, что делать, да. Я не знаю, как называется у вас. У нас называется просто… Ну, как-то называется, да. Это люди искусства, безусловно. Это люди, которые имеют отношение к красивой одежде, к всевозможным красивым вещам, оформительства, дизайнерства, дизайн даже и садовый, садово-парковый, да. То есть все, что красиво, все, что связано с юриспруденцией, но среди весов попадаются и удивительные люди. Например, у меня был один клиент с ярко выраженным знаком весов, который был заполнен четырьмя планетами. Этот человек занимался гонками, он был гонщиком на мотоциклах, очень успешным. И почему? У него Марс находился в весах, помимо Солнца, Меркурия и Венеры, то есть личных планет. А Марс в весах – это умение очень тонко преодолевать как внешние, так и внутренние препятствия, не натыкаясь на них. То есть это просто гениально. Вот он был блестящим гонщиком. Ну и, конечно же, знак весов может заниматься, есть очень знаменитый, вскоре будет его день рождения, президент спортивного покера России Дмитрий Лесной. Он всю жизнь интересовался теорией игры и практикой игры и написал энциклопедию русского преферанса. Он родился под знаком весов. Это интереснейший, интеллигентнейший журналист. При этом в его жизни происходило столько интересных встреч, и он настолько глубоко знает игру, ее теорию и практику, что вот... Какую? Преферанс? А? Преферанс? Преферанс он знает, и покер он знает, и он проводил международные и проводит международные всякие соревнования по этим играм, и написал энциклопедию, и в интернете есть его электронная энциклопедия «Вики Гуруру», где собраны и гротские байки, и всякие литературные примеры об игре и гадании, кстати, о знаменитых игроках, и что писатели, ну как сами писатели, великие или великие люди, какое они имели отношение к игре. В общем, если кому-то интересно, это потрясающе действительно интересно, «Вики Гуруру» через «W» «Вики». Это мне интересно, потому что я когда-то увлекался игрой в преферанс, и причем очень неплохо я играл, я так читал, но когда один раз я приехал, ну не один раз я приезжал, я из Минска приезжал в Палангу, вот, и там в скверике, там в парке, приезжали люди из разных городов, и вот мы играли в преферанс там, там люди чуть ли не веками, ну не веками, десятилетиями приезжали туда. Так вот, как-то приехали молодые ребята из Мессии, да, или, нет, физтех, московский физико-технический, по-моему, так назывался, насколько я помню. Короче говоря, когда они между собой стали что-то играть и показывать расклады, я понял, что это я просто дилетант. Это совершенно невероятные какие-то были расклады, причем после этого перешли в дурака подкидного, и я понял, что я еще меньше знаю, потому что, ну невероятно, я как бы математик, да, как бы сам склада такого, но для меня, я решал эти задачи, но это было так тяжело, это действительно было очень интересно. Да, спасибо, эта информация действительно интересная. Можно прочитать ведь много. У нас, в принципе, будет еще передача, и у меня будут передачи на моем канале YouTube. Мы, собственно говоря, ведем в центре Сангейс, ведем чуть ли не каждый день такие передачи, и там очень и очень интересные передачи. И вот я пригласил одного каббалиста, но нумеролог, я не знаю, как каббалистический нумеролог, как это назвать, ну, интересно. Во-первых, опять же, вот смотри, 22 аркана Таро, да, считается, и 22 буквы еврейского алфавита. Это же не случайно, это же как бы, опять же, Таро, это можно перефразировать как Тора, в конце концов. А там же Слово Божье, да, то есть там очень и очень много ассоциаций, опять же, гематрия. Ну, в общем, мы об этом будем говорить, тут в рамках одной передачи невозможно сказать. Вот поступило сейчас уточнение. Но вопрос такой. Женщина, зовут Ирина, 30 декабря 73-го года. 30 декабря 73-го года. У неё вопрос такой. Она занимается бизнесом. Бизнес был открыт в 2007 году. Ну, конкретная дата стоит, я не знаю, если надо. И это эстетическая медицина, клиника эстетической медицины. Так вот, стоит ли продолжать этот бизнес? Ну, раз человек задаёт вопрос, значит, не всё так хорошо, и, наверное, это достаточно тяжело. А вот стоит ли продолжать этот бизнес, или нужно всё-таки закрываться? 30 декабря 73-го года. Но там точная дата открытия бизнеса. Если надо, тебе точная дата открытия. Надо? 22 ноября 2007-го года. Так, буквально минуту, да? Сейчас я... Ну, я бы сказала так, что бизнес был открыт, с одной стороны, в не самый удачный момент. Ну, пришлось много бороться за то, чтобы его открыть, очевидно, да? Ну, всё это сопровождалось какими-то довольно нервными моментами, нюансами, но, с другой стороны, это было очень значимо для дамы нашей, и дало ей какую-то почву под ногами, и это было для неё хорошей самореализацией и хорошим укреплением её и статуса, и самоощущения. Что касается того, что происходит сейчас, я бы сказала, что этот бизнес, да, не развивается, но у него может в следующем году наступить прорыв. То есть, скажем, он шёл на спад, начиная где-нибудь с года, наверное, 2011-го, он шёл на спад, но вот со следующего года может наступить новый рывок, новый виток. И я бы сказала, что если его можно не закрывать, то лучше не закрывать. Хорошо, спасибо. У нас есть звонок в студии, давайте примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотела вопрос к Эльде задать. Мой день рождения 1 января, ой, я извиняюсь, 10 января, я в голове вижу цифры, 10 января 59-го года. Меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Я работаю по контракту уже два года, почти два года в одной компании. И я не хочу искать другую работу, потому что мне так очень нравится эта компания, где я работаю. И я вот хотела бы знать, мне ничего не обещали постоянно принять. Я хотела бы знать, не стоит там сидеть, продолжать по контракту работать, или все-таки работу поискать другую? Я поняла вас, Ирина, да. У вас... Можно отключиться, или я послушаю по радио? А чем, простите, вы занимаетесь? Я не слышу, что вы сказали. Какая ваша профессия, чем вы занимаетесь? Спрашивают, какая ваша профессия, чем вы занимаетесь? Аккаунтинг. Ну, у меня мнение уже есть, пускай Элиза скажет, а потом я тоже скажу. Ну все, спасибо большое, я послушаю по радио, да? Спасибо. По правде говоря, мне не кажется, что это блестящая ситуация, действительно. Наверное, я бы посоветовала сменить работу. Мое мнение, что ее нужно сменить, хотя, ну вот, я считаю, что вы, Ирина, волевой и, наверное, авторитарный человек, тоже так вот добиваетесь своих целей. Очень цельный человек еще вдобавок. и немножечко есть в судьбе какая-то предопределенность, больше, ну, скажем, есть люди с большей, меньшей предопределенностью. Возможно, вы довольно часто сталкиваетесь с похожими ситуациями и иногда их не дорабатываете. В принципе, я за то, чтобы вы поменяли работу, но вы можете сидеть на этом месте и переработать тот момент, который вы, возможно, не дорабатывали в каких-то других ситуациях. Майкл, а что ты скажешь? Я сейчас скажу, я хотел бы, чтобы ты записала дату, а я пока поговорю. Тут вопрос такой. 29 мая 2001 год, это СМС пришла, сможет ли этот мальчик, мальчик, реализовывать свои планы в будущем? 29 мая 2001 год, ну, а по поводу Ирины, я могу сказать, вот что, я согласен полностью с тем, что ты сказала, но на мой взгляд, вот это я поэтому задал этот вопрос, потому что, на мой взгляд, это не та работа, которая Ирине нужна. Она обладает очень и очень серьёзными качествами, и она, в общем-то, вполне элементарно могла бы заниматься каким-то своим делом, а не быть в услужении. С моей точки зрения, люди, которые обладают такими качествами, а мы для этого и, собственно говоря, ну, будем так говорить, передаём какие-то направления, консультации, может быть, чтобы люди знали эти качества, потому что это не качество быть в услужении вам, тем более, связанное с аккаунтантом, потому что это цифры, это не ваша самая сильная сторона. Вам с неба ничего не падает, вы всегда пахали, будем так говорить, и дорабатывали всем своим тяжёлым трудом. У вас есть эти качества, но у вас есть качество заниматься своим делом, и у вас ясная, светлая голова, у вас очень хорошая энергия, и я бы сказал ещё о том, что вы можете, у вас есть склонность к артистизму, к каким-то красивым вещам, вы чувствуете гармонию, вы это видите. В цифрах есть, безусловно, гармония, но это творчество надо, у вас есть творческий потенциал, вы занимаетесь рутинной работой, вам она не нужна. Вот это моё качество, авторитарность есть, поэтому присутствует, потому что вы часто не согласны с каким-то мнением, можете не соглашаться, потому что оно противоречит вашему мнению. Вот, поэтому вам надо было бы, наверное, всё-таки определить, чем вы занимаетесь, и, возможно, дальше побеседовать, но не всё мы можем нюансы открыть. У нас время не так много остаётся, давайте, Эльза, посмотрим тогда вот этого мальчика. Я бы сказала, что этот мальчик чем-то одарён, и, возможно, это либо наследственная профессия, в которой он себя может проявить, либо это какие-то таланты, которые ему, ну, которые он унаследовал, да, семейные, фамильные. И это ребёнок, ну, молодой человек с большой интуицией, и ему очень важно оказаться в нужном месте в нужное время. Я считаю, что он сможет себя реализовать, но ему нужно немножечко-немножечко удачи. У него много нулей в наборе, а нулей – это шуты, да, то есть, с одной стороны, он будет учиться на своих ошибках, потому что нулевой аркан – это шут, а с другой стороны, это тоже, ну, это колесо фортуны, да, десятка, с нулём, единица, вернее, с нулём, это тоже возможность вот попасть в нужную какую-то волну, и на этой волне очень хорошо выиграть. В целом, я считаю, что да, он себя реализует и очень удачно. Ну, у нас есть обратная связь. Я получил СМС по поводу, сейчас, Аркадий, секундочку, вот по поводу вот этого эстетической медицины, кабинета, ну, вот написала женщина о том, что Эльза – это чудо, вот прямо так и читаю. Спасибо большое, мне очень приятно. СПА действительно пошёл с 2011 года, и всё она сказала верно. Самореализация и собственное удовлетворение. СПА 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 СПА